Ну, что как раз Узумбор сам резко прибавил угрево с Арустами, и вот тут, я считаю, что сыграли очень солидно и уверенно. Хотя и у гостей были возможности для взятия ворот на Шалковский подвозчик. И вот в атаке, естественно, хозяева поля, пас на Ревганка, пас на положение. Ах, какой молодец Шалковский, очень вовремя вышел из ворот и тем самым испугал. Как раз этим выходом он, несомненно, спас свою команду. Вот, посмотрите, здесь, конечно же, немного растерялись защитники, как мне кажется, с вратарями, и Михаилом, и Михаиломиченко. Какая хорошая вещь. Ну, и вот, смотрите, тот самый эпизод, когда Шалковский вышел из ворот и тем самым заставил ошибиться игрока. А вот сейчас опасно. Карью атакует сильнейший удар, рыдает вновь лекарь, мяч летит мимо. Что-то мне не нравится, как в обороне пока работают и в Динамсе. Второй момент слева, справа. Карью, вырослый парень, мощный. Вот, смотрите, выскочил под углом, правда. Ну, хорошо, молодец. Вперед, Хацкевич, Хацкевич продолжил. Мы потеряли мяч. Вот, смотрите, опасный момент. Я сказал, мне не нравится все это в обороне. Павкинский динамо, удар поворотом подставлен на нога. Уже, значит, на угловой. Опять в разрыв, уже выходит на ударную позицию. Опасный момент. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, сколько этих моментов уже поначалу игры. Уже три удара поворотом. Три удара поворотом. Вот из-за боковой. Поэтому я там никак не отреагировал на линию. Зерк. Карью. Снова. Зерк. Удар поворотом. Ой, какой опасный удар. Рядом с верхним углом мяч пролистает. Вы знаете, я вам скажу, что Киевляне, по-моему, испытывает судьбу. Акции не было. Вот навес туда, в направлении ребра. Вот тут на опережении хорошо выбирает точку от прыжка. Реагирует замечательные многие примеры рук. А вот сейчас удар издали. И Толковский мяч парирует. Билл с поворотом. И Йонс. Тебе ирония. Если Киевляне решили нагрузить как следует сегодня защитные порядки и проверить мастерство Шавковского, ну, пока все проходит еще. Пока еще ничего. Но как долго это все будет продолжаться? А потом удар был крайне неприятный. Ударился мяч перед голкипером. И он все-таки Шавковский сумел среагировать. Молодец. Карью с мячом. На месте делал крайнего. И судья показывает, что можно играть. Карью будет простреливать. Столь ворот. Опасный момент. О-о-о-о. Я вам говорю. Сегодня решили как следует по тренерам. Смотрите как. От чуть ли не от четверых игроков Карью ушел. Получил мяч. И вот, вы знаете, с близкого расстояния мяч. В правом нижнем угловой Киевляне выполняет навесная передача. Ребро пробрасывает мяч. Дальше еще удар по воротам. Ну, еще давай. Ну, нет. Еще давай. Мобеда. Ух ты. Ну, там, вы знаете, через эту, сквозь эту толпу мячу просто не было. Хорошо Арат Мутелёв. Хорошо бросил мяч своему партнеру. Тот на встречном движении обыгрывает игрока Киевского Динамо. Отдает мяч Сорен Цойну. Все организовано. Это все отработано, проработано. У каждого свой маневр. Каждый его прекрасный маневр. Ну, нарушение правил. И... Судья Нита Лиска, вот, по-сердейской методике, был прав абсолютно арбитр. А вот публика и игроки стали требовать штрафного, потому как понятно, что он в момент был упущен. Карью не видел, что перед ним возник Шалковский. Хватит о том эпизоде. Сейчас Киевляне будет бить поворотом. Гусин левый пробил, попал в толпу. Надо отдать должное хозяев более не очень быстрее. Бас Карью. Его преследует Федоров. Тот успевает отдать мяч на правый фланг. Федоров продолжает контролировать действия Карью, а в этот момент атакует опасный Якобс. Шалковский выиграл мяч и не успел чуть-чуть себе протолкнуть его на ход. Защитник Орянь. Навес. Борьба за мяч. Удар. Гол. Вот так. Это то, чем сильны киевляне. Стоящий комбинат. И вот смотрите еще раз. Угловой. Кто-то из киевлян коснулся мяча несколько раньше, а тут как тут ребров. Развернулся и головой точно послал мяч в ворота. А вот Шацких как раз первым и коснулся мяча, сбросил его в площадь в ворот. А там оказался ребров. 1-0 впереди киевские динамовцы. Пошел вперед Йонтсен. Невразумительный удар издали. И Шалковский ведет мяч. Партнему Хацкевич с мячом пас направо Белькевичу. Белькевич Маметову. И Белькевич открылся, был на правом фланге. Потом тормознулся. Пас пяткой хороший Маметову. Маметов навес. И опять ребров. Осталяйте. Ну, есть. Во-первых, великолепное счастье у Реброва Рассы. Во-вторых, он очень прыгучий. Ну и в итоге, что Шалковский открывается по месту центрального нападающего. И была попытка сделать ему передачу. Там мяч задел игрока соперников. И прилетел прямо к Хацкевичу. А тот пробил не очень сильно. Ну, как раз к гостям. И Ховстюн пасует хороший пас. Сделал Бергу. Бергас раскакивает мимо Маметова. Выходит один на один. И пока раздумал, что дальше делать с мячом. Здесь можно было самому бить, может быть, просто носком так, по-деревенски, куда-нибудь, только в ворота. И было бы уже не очень здорово. Вот смотрите, а пока и справа от него был игрок, которому можно было внешне со мной слезким таким пасом отбросить мяч под удар. Ни то, ни другое не вышло у этого парня, слава богу. И угловой подают хозяева поля. 1-0 впереди Кивляне. Ребров забил на 32-й минуте. Угловой. Много там всех рослых местных игроков. Опасный момент. Удар живой. 1-1. Эх, ребята, ребята, успеха добивает мяч где-то в ворот. Простите, повторюсь, махну мимо платежной ведомости, что или кулаком, или играя на выходе из ворот. Только полностью протягивая руку к мячу. Как бы толкаем удар боксера. Ну вот еще второй момент. Пусть я... Это уже... Но 1-1. Трамп. Заложил Кинг. Пах потерег поля. Еще передача налево, поперечная. И... Йонгсон падает. Харьев бьет поворотом. Но хорошо на этот раз выбирает позицию танковки. Иначе парирует. Финк на замахе. Якобы в связке поля футболистки Киевского Динамо. Шацких. Его атакует... Хофтин, капитан команды. Шацких успевает отдать мяч партнеру. Поперек поля хорошо было все. Вообще-то хорошо было. Ну и удачно, конечно, сыграл защитник. Успел вытянуть ногу. И преградил путь к мячу. Который направлен был... Поперек поля, в площадь ворот. И там один был игрок Киевского Динамо. Ну вот видели еще раз. Сейчас выбил за боковую. Йонгсон бросает. Борьба за мяч. А будет удар поворотом. Удар и прямо... И главное, никого рядом нет. Но это просто... Были несколько действительно опасных моментов. И вот и сейчас... Они тоже стремятся как-то в начале тайма и атаковать. Но вот продевали контратаку. Димитрация, задевай! Ну ой-ой-ой-ой-ой. Ну зачем же так сильно? А почему не технично и красиво? Исполни... Вот смотрите. Мощный удар. И в общем-то... Адам не один матч. Вот смотрите. Игрок получил мяч. Убровки. И с ним рядом два игрока соперника. Сейчас закончится вот эта атака. Удар поворотом. Будет ребров пить. Бьет. Опять попадает... Футболиста Русенборга. Калат задает. И... И вперед. Икарью. Мамедов не помешал ему сделать передачу. В этом эпизоде. Атака продолжается хозяев поля. Вот Пасма посылает под удар в Камель Суруду. Тот бьет. Мяч Каладзе. Едва в собственные ворота мяч не... Ну и еще тут опасно. Кашаковский. Хорошо хоть не тронул этого игрока. И тут еще атака продолжается. Навистая подача. Удар поворотом. Лабенький. Ну и успел вернуться Александр в ворота. И забрал мяч в руки. Ну в общем-то правильно сделал Шовковский. Что вышел до предела штрафной. И заставил игрока загнать мяч в угол. И потом сам скачил. Побежал в ворота и успел. Атака хозяев поля. Пас направо. Соренсуну. Тот вдоль ворота. И да. Опа. Вот это да, ребят. А как напростил Калю. Карью. И что произошло? Пока там готовят штрафной. Вот. Сонсен подает мяч в площадь ворот. И будьте любезны. Не в ворота, а мимо. Карью бьет. Ну там уже по-моему вся команда в воротах. Вот. Удар в стенку. Еще один удар по воротам. Угловой. Да. Скамельтрут бьет налево. Мяч получает перк. И левой мягко набрасывает. И здорово, между прочим. Хороший игрок этот зерк. Не в том, что он забил, а потому что он про ее. И опять Карью прощает. Это потрясающе. Слушайте, что они там делают в обороне, вы можете мне сказать? Если они подогревают интерес к матчу игроки Киевского Динамо, меня простите, я не согласен с этим. Удар вперед. Ребров. Ну-ка, давай, запивай. Нет. Ай-яй-яй. Успел все-таки этот парень из Русенборга развернуться. Хопкин капитан команды. Молодец. Вот с этого места, помните, ребров Киеве запил в дальний верхний угол. В поле сейчас выйдет Кормильцев. Герасимянко отдает Каладзе. Каладзе чуть-чуть задержался. Потом поставил корпус. Беркать заскочил. И утарь по воротам Каладзе наносит. Неожиданный, но и выше ворот. Замена. Судья на линии. А между прочим, вот на протяжении такого короткого очень времени суток, Вы знаете, сейчас посмотрим, что тут сочинит у нас. Ну-ну добавляй! Все, гол 2-1. Ух ты, молодец. И опять ребров. И опять ребров. Вот посмотрите, режь угол. Все. Закрывай корпус и мяч. И вот смотрите, как он право и далеко увел. Это хорошо, что так все закончилось. Да и вне игры не было, потому что на линии ворот стояли два защитника. Бросимся спасать свою команду. И вот удар Вилькевича поперек. Вот так, немножечко по диагонали. На реброва. И тот уже почти в падении достал мяч. Лично я вам скажу. Очень даже приличный. Да, еще один момент опасный. Мог быть еще гол. И вообще-то в 27 мячей ребров забил в лиге. Таким результатом даже Шевченко не может похвастать. Кто дороже. Димитратзе имел возможность забить. Но, от Димитровой. Но, увы, судья их не слышит. По каким-то причинам. Каладзе не успел перехватить мяч. Подказ не удался. А вот удар. Да, если все сложить, то, что созданы хозяевами поля у ворот Киевского Динамо, как, по-моему, мог уже счет быть близким к двузначному. Это же просто, посмотрите, достает у линии ворот, пасует 11-м номеру Якобсона. И после того ни одной живой души из Киевского Динамо тот останавливай и делай, что хочешь. Опять прямой не бьют, прямой наводкой, а бьют после откатки и вот мимо. Как часто? Чуть-чуть более 15 минут остается до окончания матча. Я почему говорю более 15 минут? А, блядь, димитратзе утигает. Ну, исполнить сейчас-то можно? Топей! Честно говоря, это было бы смешно, если бы не было печально. Это похоже на то, когда киевлянам забили ответный бой. В случае с вратарем. Ну, если после этого киевляне еще и выиграют, как сейчас бывает же, ведь не забиваешь ты, забивают тебе в конце конца. Ну, тогда будем говорить о большом везении в этом матче. Ну, все сделал правильно. Все сделал правильно. Смотрите, раз, обвел на томате. Калат, Ребров, Делькевич. Удар по воротам. Очень сильный удар. Жаль, конечно, Георгия, что он не забил гол. Ему он так нужен был. Даже, знаете, я бы сказал так, что ему нужен был гол. Защиты играет он, я говорил, хорошо головой. Калатзе играет на месте левого защитника. Удар по воротам. Нормально Шевковский. Сторвик бил, который вышел на замену. Печом киевляне. Ну, открывайтесь. Сейчас держать мяч – это очень важно. Делькевич. И удар по диагонали вне игры. Нет. Демитратзе. Хороший финт. Еще один. Еще один. Ну, нет. Тут уже молодец Аросон. Просто молодец. Талкипер. А как он проникал Аросон? А это удар по воротам. Торвика. Шевковский. В атаке киевляне. Пас назад. Поперед. Удар. Нет. Мне просто искренне жаль этого парня, честно говоря. Второй такой, ну, дохлый момент просто уже. Ну, вот, ну, уже деваться некуда. Смотрите, все уже. Но опять Аросон сыграл, конечно. Высший клап. Такого близкого расстояния. Не растерялся, среагировал. Парировал удар. Удар по воротам. Димитраза, нет, это не Димитраза, извините. Мне все хочется, чтобы Димитраза. Страпной площади. В общем, там огромная толпа. Только не надо пятиться в страпную. Борьба за мяч. Удар по воротам. Палишний. Шевковский реагировал нормально. Хотя дернулся на перехват, но вовремя спохватился и остановился. И занял правильное место в воротах. 2-1. Середине Киевская Динамо. 2-1. И вот, смотрите, на вес. Удары. Причем уже перед Шевковским мячом ударился. Но он его успел накрыть до того, как тот уже отскочил. Удар вперед. Вне игры нет. Не было вне игры. Опасное положение. Выход 1-1. Удар. Молодец. Шевковский. Опа. Это уже в пользу Киевского Динамо. Удар. Там и Карлиусы. Еще один игрок. Обследует навесная передача. Удар. Вот. Вот этот Шевковский красавец. Просто молодец. Вытащил мяч из пиццы под перекладины. Посмотрите. Удар по воротам. Красивый прыжок. Это Росенборга. Навес. Нарушение правил. И Ребров быстро бежит назад. Отскакивает назад и Димитраз. Следует удар вперед. Гусин. Сейчас Арасон вышел. Опередил Димитраз. Его сильно выбивает мяч в поле. Помчались туда все. И борьба за мяч. Удар по воротам. Молодец. Какой молодец Шевковский. Как вовремя сместился в центр. Грудь. Будет сейчас навешивать штрафную. Навес. Пошла борьба. Толкотня. И опасный положение. Удар по воротам. Снова Шевковский в просте забирает мяч. Который может быть даже летел не в поле. Что скажу вам. Ведение. Большая везет.